Девочка-пай В феврале в подмосковном Чехове прошел 32-й этап турнира Time to Fight по смешанным боевым искусствам ММА. Соревнования были приурочены к годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Турнир Time to Fight проходил в формате открытого ринга. Бойцы проводили по одному бою в одной из четырех дисциплин. Победители награждались медалями и грамотами. В соревнованиях участвовали спортсмены разного возраста, в том числе дети. Все результаты поединков учитывались в рейтинге турнира с возможностью участия в финальных боях за переходящий пояс чемпиона Time to Fight. В этом соревновании мы выступали 29 спортсменам. У нас 17 спортсмен, выиграли первое и второе место. Хороший бой показывали. У нас были ребята даже новочки. Даже не ждало, что они первое место были. Но хорошо, что выиграли. Молодцы, доволен. Спортсмены Дмитровского клуба «Марсей» выступили в двух дисциплинах – грэплинге и смешанном боевым искусством ММА. Отличный бой в очередной раз показал Ариф Алиев, уже титулованный спортсмен, победитель мирового чемпионата ОММА. Настрой был хороший. Мы работали, готовились к соревнованиям. Мы поехали в Чехов. Мы устали там, конечно, ждать. Много ждали, там много народу было. Более 600 человек было участников. Я выступал в ММА и боролся в грэплинге. Выиграл, первое место взял. Сколько поединков у тебя было с кем? По одному поединку. Один в грэплинге и один в ММА. В грэплинге был борец Москвы, а в ММА был боец Кыргызии. Сильные ребята были? Да, сильные были. Тоже готовые были к победе. Как тебе удалось победить? По баллам или по приемам? По приемам болевам. Смешанные боевые искусства или по-другому ММА представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу. Достойно провели бои на соревнованиях совсем юные, но уже имеющие награды из любительских соревнований спортсмены клуба. Это Артемий Иваньков и Вугар Имамалеев. Сколько у тебя поединков было в ММА? Первый бой, первая победа. Соперник был сильный? Да, он был у меня больше на 2 килограмма и 300 и занимался 5 лет. А ты сколько лет занимаешься? Два года по дзюдо и полгода по ММА. Как тебе удалось победить соперника? Удушающим приемом удалось победить. Ты доволен своим результатом? Очень доволен. Много у тебя еще медалей в твоей копилке наград? Да. Сколько? Не считал? Десять, десять тринадцать побед. Какая-нибудь цель у тебя в спорте есть? Есть. Какая? Стать чемпионом мира. По ММА? Да. Скажи, пожалуйста, у тебя две медали. Какие медали, в каких видах единоборств ты выступал? ММА и грепплинг. Какие медали ты воевал? Две золотые. С кем у тебя были бои? Помнишь, нет? Нет. Как провел свои бои? Как выиграл соперников? Одного удушающим, а в ММА по очкам. Грепплинг – это вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Отличились на соревнованиях, как отметили тренеры клуба и новички. Некоторые воспитанники приезжают на тренировки в Дмитров из разных поселений Дмитровского района. Подростки и молодежь переходят в смешанные боевые искусства из других спортивных секций. Очень многих привлекает возможность выезжать на соревнования, которую предоставляет Дмитровский клуб «Марсей». Я занимаюсь ровно год, и заниматься мне очень здесь нравится. А почему нравится? Ну, во-первых, здесь очень хорошие тренера, очень хороший коллектив, и здесь всегда много интересного. А у тебя уже были соревнования? Да, я участвовала на соревнованиях два раза. А там были победы? Нет, первый раз я проиграл. То есть у тебя первая медаль, да? Первая награда такая? Он был в сильной борьбе, ну, соперник. Я его в первом раунде сделал бросок, и там в партере, ну, судьи нас разняли. Во втором раунде я тоже его бросил, и я его начал душить, делать удушающий. И он меня ногами за голову зацепил и тоже начал душить. Ну, было очень больно, я вытерпел, и судьи мне присвоили побегу. Я спокойно вышел, собрался, и как-то вот за два удара выиграл бой нокаутом. Кто был соперник, сильный ли он был? Ну, он был армянин, его вроде звали Давид, из Витязи. Как говорят друзья, то, что это очень хорошая школа. В принципе, да, здесь все есть, только вот, нет, далеко ездить и все. А откуда ты ездишь? Я из Деденева езжу. Восемь лет футболом занимался. Что-то сейчас потянуло вот, ну, как бы азарт такой, интерес появился больше. Вот, ну, понравилось мне вот здесь вот. Раньше борьбу как бы вообще не любил, пока сам не поборолся. Продолжительность поединков на соревнованиях была разной. Чем младше спортсмен, тем длительность боев была меньше. Например, атлеты до 12 лет выступали по два раунда, каждый из которых длился по полторы минуты. Время раунда для бойцов в возрасте от 12 до 18 лет составляло две минуты. Взрослые участники боролись по два раунда, каждые по три минуты. В категории тяжеловесов боролись несколько воспитанников клуба, в том числе уже опытный Джамиль Бабаев и новички Ростислав Брагуца и Вадим Лебедев, для которых соревнования в Чехове были первыми. Каким настроем ехал, надеялся ли победить? Да, конечно, надеялся. И в этом помогли мне тренера. И я был готов. И успешно побился. И выиграл в первом же раунде с болевым. Спортом я занимаюсь с первого класса. То есть это сначала футбол, потом регби, бокс несколько месяцев. А именно в клубе Марсия я занимаюсь месяца три. Ну а почему пришел сюда? Как так получилось? Ну просто все попробовал и почему-то понравилось именно этот спорт. Ну как здесь находишь? Тенировки нравятся? Все тебя ли устраивает? Да, устраивает все. Но единственное, что зал только маленький. Приходит очень много людей. Не хватает. Было безумное волнение. То есть в предвкушении не знал, с чего ожидать, какой будет соперник. В принципе, когда именно вышел уже на ринг, на бой, уже волнение как-то пропало на миг. Это мой первый бой. Я сам на миг удивился, как я смог выиграть. Ну, это победил. Турнир «Тайм ту файт» прошел в спортивном комплексе Олимпийский города Чехова. В нем участвовали более 600 участников из 20 городов Московской области, а также Москвы, Рязани, Тулы, Домодедово, Сергиево-Посада, Владимирской и Кировской областей. Интенсивная подготовка спортсменов дала свои плоды. Все спортсмены применили все свои навыки, которые получали здесь. То есть мы в целом довольны. Особенно новички у нас выступили прекрасно. Некоторые даже выиграли чисто на морально-волевых качествах, которые уже занимались недавно совсем. Проявили характер. Прекрасно выступили. Ну, подготовились мы хорошо. Как ударная техника, так и у броскового, так и у паттерма отрабатывали очень хорошо. То есть к этому турниру у нас было особое отношение с этими ребятишками. Когда мы ездили, у нас партнеры есть, помогали нашу ассоциацию «Моноли». Они у нас поддерживают, сейчас тоже спонсорируют. Хороший ездит человек, представите, это фирма Евгения, Иванков Евгений с нами тоже ездил. Вот представите, это фирма, директор этой фирмы. Я хочу его благодарить, что он нас поддерживает, поддерживает наши спортсмены, малыши. Вот. Готовимся, тренируем, ждем, кто хочет, у кого желание есть, приходить в наши клубы. У нас клубы уже там открываются по карате, очень хороший тренер. Вот. У нас гимнастки есть, очень тоже хороший тренер. Дмитровский клуб боевых искусств «Марсей» приглашает на занятия детей и подростков. Тренировки проводятся в микрорайоне Заречья города Дмитрово. Помимо смешанных боевых искусств, здесь работают секции воркаута, карате и гимнастики. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-965-277-5276. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова